Ассаляму алейкум, доктор Закер. Для меня большая честь находиться здесь. Извините, что стою здесь и задаю этот вопрос. Мне очень грустно задавать этот вопрос. Если Коран — это книга руководства, а ислам — это религия знания и всё такое, тогда почему мы, мусульмане, как нация, как большинство, стоим позади наций? Почему, когда мы сравниваем нашу нацию с другими нациями, мы видим большую пропасть между нами? Брат задал очень хороший, очень важный и очень актуальный вопрос. Он говорит, если в Коране так много научных фактов и информации о научных технологиях, и это книга знаний и книга руководства, тогда почему мы, мусульмане, отстали? Это очень хороший вопрос. Причина в том, что если мы оглянемся на историю с 8 по 10 века, мы читаем в исторических книгах, и европейцы называли эти века «тёмными веками». «Тёмными для кого? Для европейцев». Однако арабы, прогресс, который они сделали в науке и технике, был феноменальным. В то время, если бы вам нужно было узнать о науке, и если бы вы хотели исследовать науку, вы должны были учить арабский язык, как сегодня мы изучаем английский. В то время мусульмане были на вершине научного мира, потому что они были близки к Корану и Сунне. И причина отсталости мусульман сегодня, это потому что мы отдалились от Корана и Сунны. Поэтому мы не должны винить Коран или религию, но мы должны винить себя. Если вы прочитаете книги по истории и науке, как я уже говорил в своей лекции, Ибн Нафис, спустя 600 лет после неспослания Корана, был первым, кто описал кровообращение. Но в их книгах написано только о Уильяме Харве, но не написано об Ибн Нафисе. Поэтому здесь две причины. Первая – мусульмане отдалились от Корана и Сунны. И вторая причина – это дезинформация медиа. Вы ведь знаете, как медиа искажают информацию. В наших учебниках, в моей школе, я никогда не слышал об этом Ибн Нафисе. Но я узнал об этом только после личного исследования. В моем учебнике упоминался только Уильям Харве. Первый человек, который нарисовал карту мира, был Али Дрисе в 1154 году. И он был мусульманином. Вы ведь знаете числа, которые использует весь мир? 1, 2, 3, 4. Как они называются? Как? Скажи громче. Арабские числа. Правильно, арабские. Как римские числа 1, 2, 3, 4. Почему их называют арабские? Потому что ноль был впервые выведен индейцам. Арабы же взяли его и поставили десятичную точку. И у нас появились арабские числа. И вы должны знать об Алиптусе. Он был тем, кто открыл теорему Пифагора, которую мы изучали в школе. Мы изучали теорему, однако мы не знаем Алиптусе. В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух других сторон катетов. Квадрат гипотенузы равен сумме двух других сторон треугольника. Ты помнишь или забыл? Ты помнишь? Машалла. Хороший ученик. Кто открыл эту теорему? Сейчас ты узнал, правильно? Лучше поздно, чем никогда. Это был мусульманин Алиптусе. Мы изучаем тригонометрию. Кто главный основоположник тригонометрии? Альбируния. Мы изучаем химию. Кто является отцом химии? Вы знаете, они говорят Габер. Это не Габер. Это Джабер ибн Хайян. Они хотят, чтобы ты подумал, что ты европеец. И европизирует его имя. Ведь Габер звучит как западное имя, правильно? Но это Джабер ибн Хайян. Он отец химии. Он жил в 700 или 800 году. И он написал более 2000 страниц. Он был первым, кто произвел дистиллированный алкоголь. Алкоголь происходит от арабского слова «альгуль». Гуль значит «злой дух». Он первым, кто дистиллировал его. Сколько людей знает об Алькинде? Во времена, когда Ньютон, который был самым большим ученым в мировой истории, Ньютон сказал, что все законы абсолютные. Но Алькинде сказал, нет, все законы не абсолютные, они относительные. И позже пришел Альберт Эйнштейн. И все мы слышали об Эйнштейне. Но сколько из нас слышали об Алькинде? Два брата, Мухаммад Ахмад и Хасан Шакир, они вычислили площадь Земли с угла в Красном море. В то время, когда мы даже не были уверены, что Земля была сферической. Тогда как они назвали площадь Земли, которая была довольно точной. Если вы читали об Али ибн Аббасе, он написал две тысячи страниц о медицине. И если вы знаете об Ибн Синне, Авиценна, его еще называют по-западному Авиценна, Аристотель Востока. Я могу продолжать приводить примеры мусульманских ученых на вершине мира. Потому что они были близки к Корану и Сунне. Сегодня мы отдалились от Корана и Сунне. В те времена, если вы хотели продвинуться в науке и технологиях, вы должны были выучить арабский. Арабский было языком лучших ученых мира. Сегодня, где все это? Кто виноват? Мы сами виноваты. Поэтому моя просьба ко всем братьям и сестрам мусульманам – вернитесь к изучению Корана. Изучайте методологию Корана. Коран – самая позитивная книга в мире. Это воззвание к человечеству, это источник милосердия и мудрости. Это предостережение для беспечных. Это путеводитель для всех. Это уверенность для сомневающихся. И это утешение для страдающих. И надежда для тех, кто в отчаянии. Вы можете получить всю эту пользу, только если вы будете читать Коран с пониманием. Если вы не знаете арабский язык, читайте перевод Корана на языке, который вы понимаете лучше всего. И реализовывайте его в жизнь. Иншаллах, это будет руководство для вас на всю жизнь. И вы увидите изменения в вашей жизни. Надеюсь, я ответил на вопрос. Продолжение следует...